ребята всем привет я в прямом эфире до фейсбука хотел поговорить по поводу раздрая которые сейчас мы видим на еще как бы пустом оппозиционном поле казахстана в казахстане пока еще это поле зачищено но так или иначе склока мы видим до каких размеров это произошло происходит и кому это выгодно вообще вся вот это хайповая склока почему именно сейчас это происходит именно тогда когда страна безудержно качется вниз и никому можно сказать удержать нашу страну от скатывания ли есть только лишь граждане неравнодушные которые пытаются что-то сделать как-то остановить ситуацию и выпрямить и вернуть нашу страну избитые фразы на демократический путь но то что и сейчас мы наблюдаем то что сейчас видно это не на руку всем нам всем кто хочет чтобы казахстан менялся сейчас я бы не сказал что это взаимное обвинение что кто-то оппозиционный кто-то более оппозиционный кто-то там якобы от имени власти тактика и методы борьбы с властью с режимом могут могут быть разные тактически и это нужно понимаете я конечно понимаю что очень много людей которые разуверились вообще во всем вот они считают что только улицей можно решить вопрос в казахстане и вот это неверие который сейчас поселилась в сознании очень большого количества людей это есть вина нашей власти и с какой-то степени я понимаю когда вот эта часть людей можно сказать набрасывается на всех тех кто пытается не только с помощью улицы решать вопрос властью но и ищет другие способы еще другие подходы воздействия на эту власть потому что я понимаю почему потому что они разуверились они не верят ни в какие партийные строительства ни в какие референдумы они считают что это поддавки с властью что эта игра по правилам власти но я лично так не считаю почему потому что я считаю что на власть можно воздействовать разными способами начиная от митингов заканчивая референдумы формирования тех или иных партийных объединений создавания общественных организаций но самое главное я считаю что чтобы казахстан менялся мы изнутри сами должны прежде всего меняться когда мы говорим о демократии о том что власть должна быть ответственна том о том что власть должна быть подотчетно и что систему политическую нужно менять на демократическую мы сами себе должны отдавать отчет хорошо если вдруг так станет что завтра наша страна станет демократичной и я сразу могу задать вопрос вам всем а являетесь ли вы по духу человеком который воспринимает точку зрения другого человека если терпимость у вас к ному мнению ведь это фундамент свободного общества фундамент демократического общества фундамент обществу где у человека есть право выражать свою волю и вот есть и группы людей в казахстане которые пытаются выражать свою волю но на них накинулись такая такой уровень агрессии такая нетерпимость в отношении них их заклемили предателями их отнесли к проекту аккорды людей которые годами которые свою жизнь уже почти положили на то чтобы поменять казахстан да не получается потому что мало мало пока людей таких вот но если они выбрали такой путь это не значит что они проект почему вот такая нетерпимость я считаю что это большая ошибка всех ошибка на которой играет власть и у нее это хорошо получается за все эти 30 лет и те 70 лет советской власти которые наша сегодняшняя власть унаследовала она научилась прежде всего раскалывать общество делить на разные фракции вплоть до молекул деление происходит по всякому поводу начиная национальной заканчивая кто куда какой то ли отходит если уж по большому счету вот а тут в оппозиционной среде раздрай пошел по подходам как менять эту власть они считают митинги другие считают что не только митинги и вот на этой почве произошел огромный раскол и такой уровень нетерпимости что это вообще происходит кому это на руку это что на руку всем нам всем кто хочет менять казахстан нет мы этим расколом не то что раскол да это еще громко сказано мы этим самым льем воду вот когда вот это вот эта грязня идет это все льется в воду в мельницу нашей власти ну а власти это нужно в принципе для нее тактически да она выиграет от этого ну в принципе но на какое-то время но стратегически власть давно уже проиграла сейчас идет отсчет обратный для нее обратный вот сейчас она пытается раз с помощью различных политтехнологий административного ресурса оттянуть свой уход и она будет это делать она защищается вот и вот вот этот хайп который сейчас начался огромный но нашей стране в казахстане они просто радуются там в аккорде наверное шампанский шампанский каждый день открывает от того как одни поливают других из-за чего как вы не можете понять что у людей есть право на объединение есть право на то чтобы быть членом той или иной партии у людей есть право собираться для того чтобы инициировать референдумы у людей есть право просто у людей есть естественное право предъявлять этой власти те или иные вопросы но форму выбирает каждый как ему удобно но это не значит что они перевертыши это не значит что они как их уже заклемили предатели как можно жан булата мамая назвать предателем я вот этого не пойму когда он был главным редактором газеты трибуна каждый день рисковал когда в его газете были публикации критикующую власть за которую он мог не просто сесть а лишиться жизни тогда он был бир белые пушисты для оппозиции а как только определенная часть оппозиции а как только он выбрал иной путь так он предатель как это так так не бывает я просто понимаете я я такой человек я не терплю когда если честно когда вот вот так на ровном месте почти людей поливают и самое главное целом это ослабляет всех нас всех кто хочет менять казахстан а их усиливает это мое мнение и вот смотрите сейчас идет референдум инициация референдума в астане собрались граждане со всех регионов вот это же тоже одна из попыток чтобы каким-то образом снизу повлиять на власть это не значит что они играют на подавки с этой властью это значит что люди просто проталкивают продавливают свое просто метод подход другой и это не знать что эти люди которые туда приехали исключают исключают решение вопроса с помощью улицы когда произойдет этот час все выйдут не переживайте не переживайте вот и давайте вот комментарии читать и виноват виновата власть нет виноваты сами граждане само общество точнее его нет и гражданское общество нет единства общество есть и персонали популисты есть самозваные оппозиционеры суть деятельности которых во взаимных обвинениях не смешно больно смотреть народу на бесконечную грязню и обвинение взаимные забавы о главном забыв о главном забудьте их новые активные граждане ведь они потеряли уважение на них равняется равняться молодым уже не стоит миндос пишет вот сколько я помню вот это грязня и взаимные обвинения это перманентно происходит в оппозиции это не потому что оппозиция плохая люди там какие-то другие это может быть вопросы роста да ну сколько можно уже с 2000 годов с 2000 годов все это началось и постоянные вот эти взаимные 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 неужели нельзя понять и неужели что чего делить то придем когда вот медведев оппозиции убьет гражданское общество поменяем систему тогда в парламенте можете выяснять отношения проталкивать свои программы свои социальные свою идею проталкивать это же нормально именно в парламенте сейчас что происходит как не бывает и так как не бывает именно так и бывает иначе кто бы поверил ему добрый вечер инка пишет руки ров рекорд реку ровно вот такие дела сегодня я был на даче и как раз обдумывал вот этот вопрос что ведь вчера вроде бы позавчера вроде бы еще вроде бы казалось что началась какая-то консолидация сил но если не сил поскольку сил особо то и нету гражданского общества всего и вся у людей появился подъем чтобы менять ситуацию в стране общество пробудилась после кстати вот этих последних президентских выборов и вчера только все это а сегодня уже такой раздрай как будто клин вбили его надо вышибать этот клин власть убивает я считаю что те если не лидеры то люди авторитетные за которым идет народ которые ведут за собой народ именно люди оппозиционного толка люди которые оппонируют нашей власти я считаю что они много чего заслужили они действительно борются у них есть ум мудрость и я считаю что этого должно хватить для того чтобы преодолеть вот эти все склоки понять что это не на руку нам всем это на руку властям я не называю имен сейчас вообще и так понятно аскар добрый вечер оппозиции допускают в сторону друг друга такие оскорбления какие не позволяют в сторону действующие партии да это вот как раз данияр пишет власть не позволяет себе такого что мы то есть я лично такого себе как человек гражданин казахстана себе не позволяю но если посмотреть на власть и что творится из оппозиционной среды в оппозиционной это конечно разница очень сильно такая такой уровень нетерпимости то вообще вот вопрос вот те кто вот так рак очень выражаются оскорбительно называя предателями у меня вот к вам вопрос да что например жан булат типа мамой проекта карты вот вы когда вы оскорблять чем я понимаю чем вы мотивируетесь но я бы хотел узнать у вас чтобы вы сделали или что вы сделали для того чтобы менять эту страну вот конкретные конкретные шаги конкретные шаги не просто декларации каких-то слов что конкретно вы сделали какая есть системная работа за вами ну вы просто подумайте если за жан булатом амаем есть конкретная системная работа он был главным редактором газеты трибуна он в различных движениях был есть что-то да если говорить о голыми агелио вы гражданский активист тоже конкретные есть результаты и действия очень много гражданских активистов которые именно включились в этот процесс давно уже они давно включились просто то что они сейчас делают это при это продолжение деятельности менять страну что вы сделали у меня вот вопрос к вам давайте от простого исходить до менять нашу страну можно по разному кто-то начинает со своего дома например делать все возможное чтобы его доме в двор большой где он живет чтобы была чистота порядок он принимает участие активное вот не просто исходя из каких-то своих личных интересов а ради блага общества да ради хотя бы сообщества проживающие в его многоэтажном доме да и он что-то делает он меняет страну вот он конкретно меняет страну вот и и здесь надо вот с этого с истоков начинать мы говорим о том чтобы поменять и республику демократию установить казахстане а конкретно что мы сами делаем именно что делаем сами неужели нас хватает только на то чтобы оскорблять оскорблять людей которые что-то сделали или что-то делают есть есть такие слова умные до оскорбление это довод неправых и когда вот простой народ действительно видит вот эту склоку да со стороны наблюдает он делает выводы и выбирает делает выбор так а у меня каждый вечер днем нормально после 18 вечно виснет ну вот про это про интернет тут уже говорят но у нас интернет казахстане конечно хреновый так далее я не пойму кому аскар задает вопросы далее да именно в пб и youtube лично я ничего пока не сделал я изучаю смотрю действия оппозиции для меня все это нового но я вижу что надо чего-то начинать вот по поводу с того что чего начинать данияр хороший вопрос вот родина начинается с того места где вы живете начните хотя бы с того чтобы прибрать свой дом содействовать тому чтобы благоустроить и общее домовое имущество как бы чтобы это приглядно было с этого начинается родина если по большому счету отсюда неравнодушие вот а потом когда человек включается вот этот активный гражданский процесс общественной когда он не только за свое начинает приходить понимание что и откуда вытекает зачем вообще нужно менять систему менять власть который там засиделось 30 лет нужно ли ее вообще менять вот я вообще могу сказать что истинное понимание происходит о том какая у нас власть от конкретной деятельности вот вот обвиняет например наблюдателей что они типа тоже на податки с властью играли в период последних президентских выборов но наблюдатели я тоже был наблюдателем и что я на податки что ли играл я на своем избирательном участке конкретно как наблюдатель сделал все возможное в рамках закона чтобы избирательная комиссия проводила выбор соответствии закону вот и на этих выборах на этом избирательном участке с двойным перевесом выиграю касанов вот и вот пожалуйста результат я сделал видео я выложил это видео на всеобщее обозрение добился чтобы выдали нам протоколы живыми печатями результаты голосования это тоже выложил на всеобщее обозрение я своей активностью дал возможность что не надо фальсифицировать на этом избирательном участке а если бы они фальсифицировали я бы составлял бы акты я бы это фиксировал на видео а если бы пришла бы полиция и вызвали полицию это бы все выходило бы сразу в эфир в прямой когда говорят что выборы невозможно контролировать я могу сказать что выборы можно контролировать это опять зависит от нашей активности то что касается общего результата голосования по всей стране то что в итоге победил косы жима такая в кавычках да и центральная избирательная комиссия выдала такой результат вот как раз вот те люди которые выходили мои данные которые я дал что нет не выиграл не никакая пока санов вот и то что люди выходили выражали свой протест это было адекватно этому этой ситуации вот а вы представляете если бы на всех избирательных участках а их более 10 тысяч по всему казахстану если бы по 3 и наблюдатели сидели неравнодушных такие как я и если бы они все хором дали результат и не дали возможность про контроль про чтобы эти выборы на других избирательных участков где не были где они были открытыми где не было наблюдателей независимых если бы они хором мы все дали чтобы произошло произошел бы как раз в то событие которое мы называем час икс и вот ну невозможно пойти против всех наблюдателей которые закрыли своими наблюдениями все избирательные участки власть просто не посмела бы скорее всего если бы посмелось от бы люди бы вышли вот я не говорю про касанова до касанов это отдельная история вот я говорю о том что что произошло что происходит когда идет качественное наблюдение когда контролируем выборы мы как граждане например касанов вот до касанов оказался такой ситуации когда он преждевременно сделал как бы пресс-конференцию и дал понять что типа проиграл эти выборы и согласен принципе это было ожидаемо вот но люди это голосовали в основном то более продвинутые не столько как за него а использовали его строку как против власти это надо понимать это что произошло на последних президентских выборов это было банкротства этой власти идеологическое политическое банкротство они это там наверху хорошо знают поэтому боятся идти на эти парламентские выборы потому что опасается что их не партия нуратан вообще ничего не наберет а если мы как наблюдатели закроем все избирательные участки своим наблюдением то что будет тогда это вот вопрос ко всем нам я лично не оправдываю касанова вот осуждать его я даже не я даже не знаю у нас за 30 лет мы как граждане вот я имею ввиду большинство подавляющее большинство мы запустили политику запустили и а теперь хотим чтобы один касанов все выпрямил так не бывает одними выборами ситуацию в стране мы бы не исправили вот но так или иначе главный результат тех последних президентских выборов это то что народ не оказал доверие существующему режиму и вот это такая правоприемник как бы типа кавычках на которого назарбаев указал что он будет будешь следующим президентом он проиграл это получается проигрыш и первого президента и когда говорят что наблюдатели все те кто сейчас участвует формирование тех или иных объединений партийных там на референдум это предатели это ошибочная точка зрения ошибочно да какие-то формирования действительно скорее всего я согласен возможно создаются сверху управляются кордой вот но это не значит что всех надо мазать одним чернилом это не значит что у нас касан община сплошная а что народу думать после касанова пишет альмира вот как раз правильно задала вопрос что думать вот как раз надо и думать когда мы думаем когда мы начинаем размышлять и критически подходить ко всем вопросам нашей жизни вот когда работаем над собой тогда скорее всего будет правильный анализ результат вот сейчас вот один человек сказал что они типа перевертыши и и все верят ребята вы сотворили себе кумира ко всему критически подходите вы что делаете из одной крайности бросаетесь в другую крайность так же тоже не бывает говорят что они типа предатели где ваши доказательства ну нельзя вот так слепо все принимать на веру правильно надо думать вот что думать народу надо думать а так аслан пишет оскар у многих вопрос основной зачем бороться с системой по правилам системы там где они боги нужно бороться против системы я не обвинял и не обвиняю лично никого но считаю правильно бить в точку одним всемиром проверенным методом улица одним одним методом и всеми сразу они 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 бить разными способами аслан в идеале это очень хорошо это прекрасно даже вот так пока не пока ты же видишь какой результат да сколько людей выходят и если люди понимаешь у людей есть право на объединение вот если пока нет вот этого вот этой извиняюсь если нет вот этой точки кипения достаточно да что делать активным гражданам да просто сидеть и ждать чего-то надо что-то делать и почему бы не использовать их нею систему их нею систему не использовать если у людей есть право на объединение партийно почему не объединяться законом это не запрещено конституционно это полагается ну кто поставил запрет это не значит что оппозиционные силы распыляются это не значит что кто-то куда-то уходит вот просто происходит перегруппировка просто идет накопление чего-то чтобы в одно прекрасное время организовано все это произошло сами знаете что если конечно власть доведет все таки но если она будет меняться действительно идти на реформы вот ну как я говорил всякие реформы это смерть для нашей власти поскольку слишком далеко она зашла за 30 лет слишком далеко и придется отвечать потому что если в результате демократических выборов придут другие люди оппозиционные партии то спрос начнется вот а кто будет нести ответственность за они находятся в тупике сейчас в какой-то степени происходит с их стороны как бы видимость либеризации ситуации они где-то там закрывают глаза на митинге одиночные пикеты и как бы уже не задерживают вот митинги даже разрешают даже разрешать митинги вот в алмате вчера произошел митинг там разрешенный до типа оян казак привели общественное объединение еще республика партийное объединение там новые образуется вот ну конечно законный вопрос встает а как ты так одним разрешают а другим нет одним разрешают а других хватают как-то так происходит это разве демократия это разве реформы и конечно у людей крайне оппозиционно настроены конечно возникает вот такое ощущение что власти из честно всех нас на йо б и пошло-поехало вот такое ощущение все те кто там пытается что-то там создать виде партии это на подавки с властью играют такого еще не складывается да оскар есть миндос пишут оскар есть полководцы в том числе и вне страны но без армии есть армия активные граждане разных направлений оян наблюдатели т.д. но не штаба но вы имейте ввиду что должен быть единый штаб вообще что такое демократическое общество да это когда каждый несет свою ношу ответственности за свою страну нету такого понятия вожак мы все несем и каждый себе берем ту ответственность которую унесем конечно можно говорить о консолидации оппозиционных можно сказать настроенных людей чтобы они консолидировались вот но чтобы системно это выстроить необходимо чтобы действительно общество структуры структурировалась те или иные объединения партийные общественные а потом на базе всего этого происходит консолидации и единым кулаком потом бьется прям так бьется единым кулаком по столу что все аккорду перетряхнет за один раз а когда один лидер когда один лидер или один штаб тогда легче одним выстрелом все это сделать вот я имею ввиду ослабить оппозицию что произошло например помните наверное когда в одиннадцатом году что произошло уже на узенье да что сделал власть что сделал гражданское общество какая была тогда оппозиция какие события произошли ведь если вот так посмотреть тогда власть одним выстрелом убила трех трех зайцев ну по крайней мере я так анализировал нефтяники сидели шесть месяцев бастовали мирно а потом произошло 16 декабря появились провокаторы которые стали сжигать административные здания и почему-то стянулись к этому моменту откуда правда знали наши органы что будут именно вот эти провокации поджог зданий административных стянули войска со всех регионов почти с каждого региона вот и началась мясорубка 16 человек погибло по официальным данным какой выхлоп из этого народу далее ясно понять не выходите против власти получите жану зим произошло сильнейшее нагнетание страха один заяц второй покончено было с забастовкой мирной которая длилась шесть месяцев не пьяники своего ничего не добились второй заяц третий заяц на основании вот этих всех возбужденных уголовных дел организационный комитет по созданию демократической партии алга признали эксельмийской и запретили медиаресурс который поддерживался мухтаром облязовым который поддерживал информационно нефтяников это газета республика другие были решением суда запрещены на территории казахстана этого 3 жирный заяц после этого оппозиционных партий в казахстане почти не осталось но была коммунистическая партия кпк но ее через несколько месяцев тоже закрыли закрыли решением суда за якобы что она участвовала в незаконном общественном движении я уже не помню как называется но так или иначе они нашли повод и левые движения в казахстане реальные оппозиционные оно было прекращено сейчас то что вы видите к нпк это вот действительно то что там от власти вот вот что произошло власть просчитывает и делает и все ради сама ради самой себя ради самосохранения и когда мы вот сейчас вот склока началась обвинение вот это результат деятельности власти не про смеются смеются так даньяр пишет коренеев здесь дело не в выборах а то что касанов слил выборы даже если бы касанов выиграл ему бы приказали молчать и он молчал это не тот человек со стержнем кто пойдет против системы до согласен это не тот человек вот но использовать самую систему которые оборачиваются против нас против нее же самой мы имеем право и вот то что произошло шестнадцатого на последний президентский выборах это как раз это и имеется ввиду за 30 лет правления назарбаев у людей даже психологии изменилась имею ввиду молодежи что касается позиции мамая почему именно сейчас проснулся накануне предстоящие предстоящих выборов отвлекая электорат от основного направления изменения мирным путем режима мамой нужно режиму для привлечения людей к выборам это возможно под это возможно потому что все в руках назарбаева а вот здесь и сейчас я еще раз почитаю имею ввиду молодежь так мало почему именно сейчас проснулся мама и проснулся не сейчас мама и давно уже проснулся и он давно ведет свою оппозиционную деятельность с этой властью он системный оппонент не просто огульно критикующий эту власть человек который уже страдал за свою деятельность это вот мой ответ там вы писали что отвлекая электорат от основного направления а как он может отвлекать электората вот и я не пойму у каждого человека своя есть голова то же самое время у граждан есть право на создание партии объединений и таким образом выбирая эту форму борьбы с властью бороться с нею вот как он будет отвлекать если люди пойдут за мамой вот так это же люди просто верят и идут вот при этом думают здесь сразу взвешивают стоит ли не стоит не просто слепо куда-то идут за кем-то при этом создав себе какого-то кумира идут для того чтобы использовать момент поменять власть в том числе и таким способом пытаться давить на эту власть через формирование партийной системы формирование партии мамой нужен режиму для привлечения людей к выборам а кто сказал что выборы ничего не решают я считаю что выборы решают это опять зависит от нас от нашей активности если вы не верите выборы вот что вы сделали для того чтобы поверить им ну хотя бы один раз пойдите наблюдатели вы хоть раз брали закон о выборах читали выборы можно контролировать еще как можно а в наших условиях это не просто можно это нужно это долг когда сторона валится в пропасть безудержно это просто становится долгом каждого и это не значит что наблюдатели играет на подавки с этой властью они просто выполняют свой гражданский долг я много раз был наблюдателем на тех или иных избирательных участках я знаю что выборы можно менять именно там где вы наблюдаете честно пытайтесь чтобы комиссия считала честно чтобы не было фальсификации вбросов там выборы проходят относительно честно и если есть и конкуренция в политической сфере на партийном поле вот то это вообще же нормально и сейчас как раз речь идет о том чтобы были оппозиционные партии дело не в регистрации зарегистрируют или нет дело в том что люди будут объединяться вот они будут превращаться в силу один человек два три десять тысячу человек это сила это системная работа и уже тут дело не в регистрации хотя регистрация это очень важный момент поскольку если партию не зарегистрируют она не имеет права участвовать в парламентских выборах насколько не получила регистрацию государственную вот но вот когда не получит когда партия не получит регистрацию тогда я так думаю члены этой партии скажут свое слово этой власти вот резкое свое слово это не будет просто какое-то там тихое слово где-то там проведут пресс-конференцию что даже азаток не услышит я так думаю что это будет на улицах происходить так это был выбор и без выбора все заранее было решено а как выборы без выбора вот смотрите что произошло на моем избирательном участке мой выбор был какой на последних президентских выборах быть наблюдателем сделать так чтобы на том избирательном участке где я был наблюдателем выборы прошли честно я этого добился там выиграл Амиржан Касанов с двойным перевесом и кто тут проиграл а я тебе скажу кто проиграл вам скажу проиграл власть пускай это официально не оформлено но есть там доказательства есть видео есть протоколы с живыми печатями на этом данном избирательном участке власть была банкротом почти и она проиграла с двойным перевесом проиграла и это в условиях когда выборы проходили на условиях этой власти когда она сделала все возможное чтобы выиграть было применен административный ресурс там бюджетники это все сами понимаете как это делается даже так проиграла победа заключается в том что мы увидели реальное реальный протест протестное голосование мы увидели то что власти более не доверяют уже вот это была победой пускай она официально не оформлена вот но какой шажок это был на пути к тому чтобы окончательно окончательно убрать этот режим вот это препятствие на пути развития Казахстана свободного нормального демократического выборы выборы кандидаты ага педагоги ну ну Адмира пишет по характеру работа я прошла я прошла и прослушала много тренингов по психологии и я не истина мимика жесты всегда выдают человека к сожалению я вижу фб личности которые которые притворяются не не тем кем являются ну вот и я вот Эльмир полностью поддерживаю у нее самокритичное отношение не пытается себе лидеров там идолов создать вождей ко всему самокритично вот если бы каждый так не было бы вот этого раскола наверное хотя раскол если так таковых оппозиционных сил в Казахстане еще не особо то и нет так друзья хватит Акасанове тема закрыта смысл мурыжить дальше хватит взаимных обвинений ничего не добьется общество пять десять новых партий десятки движений это и есть гражданское общество все все ручьи сливают все ручьи сливаются в одну большую реку гражданское общество о Миндос полностью согласен с вами полностью с вами согласен так вот пишут что интернет заработал у кого-то так выборы все все ваши так далее ну вот Артур пишет Артур вообще не верит Аскар что там с парком Уральска будут будут мост строить или нет и что с сайтом который был заблокирован по вашим словам сейчас по парку есть предварительное как бы решение со стороны городского акимата уральского что они будут как бы отодвигать эту дорогу уже от парка вот но это не окончательное решение будут еще дальнейшее общественное слушание по судьбе этой дороги и моста то что касается сайта есть подозрение что сайт был заблокирован вот именно по причине того на территории Казахстана или если уж не заблокирован и его ограничили каким-то образом применяя эти эти технологии ограничили его доступ как бы и подозревая что причина есть и в том что там размещена наша петиция по поводу парка вот как так Альмира пишет вы очень порядочный человек поэтому не видите в людях плохое ну может быть я не истинно в последней станции я просто говорю свое мнение возможно я ошибаюсь на то и дискуссия на то чтобы мы все думали прежде чем кидаться взаимными копьями друг друг друга обвинять чуть ли не в предательстве вот такие дела сейчас вот в Астане то есть прошел референдум я не знаю там какое решение приняли потому что возможности возможности не было смотреть а вот люди приехали со всего Казахстана понимаете чтобы организовать там по моему по 40 по 50 человек с каждого региона должно чтобы собрание состоявшимся и легитимным для инициации референдума смогли ли они преодолеть это не знаю но так или иначе я знаю что с западного Казахстана выехала делегация достаточно большое количество людей я видел как формировалась группа здесь в Уральске как люди деньги собирали я не исключаю что возможно что кто-то из крупных там сверху помогал я не исключаю потому что я пытаюсь анализировать ситуацию какая-то группировка там содействовала чтобы это собрание состоялось надо ведь полагать так что власть там наверху Акординская она не однородна это не монолит это давным-давно уже и всегда так было это разрозненные вот эти группировки тем более когда борьба сейчас у них обостряется за пост на Зарвайский период ведь на кону большие ставки сейчас в Казахстане ситуация так складывается и в принципе всегда так складывалось если ты нажил огромные состояния нечестным путем ты обязательно должен быть при власти потому что как только ты потеряешь власть все это у тебя как только ты потеряешь власть все это у тебя отберут если ты не успеешь при этом смотаться туда и поэтому они вот эти группировки борются за власть но не за сегодняшнюю власть то есть и за сегодняшнюю за при Назарбаеве конечно но сейчас больше упор идет на то с каким багажом они будут после когда уйдет Назарбаев что они будут иметь какой вес будут иметь там на Олимпе и ситуация там очень сильно обостряется обостряется я так думаю что если исходить из того что президент бывший который сейчас там в совбезе продолжает рулить страной как бы говоря я не президент он выстраивал эти группировки по принципу разделяй власть это вот как все общество а он арбитр он их постоянно балансировал и здесь получается так что формирование вот этих элитных группировок шло по принципу противоречий ну а когда арбитра не будет некому будет уже сглаживать все эти противоречия и все это сами знаете как они будут договариваться конечно каждый из них сейчас борется и я не исключаю что вот эти партийные образования там которые сейчас создаются там еще что-то что это какие-то плацдармы для тех или иных группировок чтобы приходить и удержаться у власти уже в будущем если например действительно там страна станет парламентской они должны что-то иметь от общества какой-то вес доверия на что-то упираться на какие-то структуры общественные партийные общественных лидеров организации и каждый из них будет этим козырять у нас предпосылки в принципе они особо-то и складываются что если что-то и будут какие-то перемены они не произойдут прямо так сразу речь скорее всего будет идти о создании такой демократии не столько как народной а корпоративной демократия олигархических групп вот к этому мы будем идти и сейчас то что происходит это прелюдии кстати украина через это прошла вот сколько там на украине то есть в украине было революции и в результате там одна группировка другую группировку группировку чеснила но так или иначе на последних президентских выборах в украине выиграл человек вообще вне вне вот этих группировок не олигарх артист выиграл да человек состоявшийся человек у которого есть шоу-бизнес там вот это все но так или иначе общество отвернулось от олигархов оно отвернулось потому что и разочаровалась в вот этой корпоративной как бы демократии и таким образом эволюция эволюция развития общества в украине произошло таким образом что демократия стала более народной уже не просто там олигархической там не олигархи уже решает там народ решает вот это мы видим на последних президентских выборах то что произошло нам об этом только мечтать но так или иначе предполз ссылки сейчас казахстане складываются к именно вот к этой олигархической клановой демократии демократии корпоративной если вот так смотреть вот такие дела разве не коломойский стоит ну понимаете мы можем только как бы предполагать кто стоит за зеленским коломойский или еще может быть и стоит может быть его финансы там все возможно но факт то что где как это говорит доказательство что человек олигархии человек из олигархии как бы олигархии нету этих доказательств все это вот ну вот такие дела в общем это все что я хотел сказать просто возможно что ко мне полетят в мой адрес я еще в ютюбе выступлю на своем канале выскажусь свое мнение выложу по этому поводу но это мое мнение если вы считаете себя демократами если вы считаете что Казахстан и мы движемся в эту сторону вы должны проявлять терпимость и естественно не надо мне верить просто пытайтесь анализировать критически относитесь к любым словам не сотворите себе кумиров вожаков каждый берите сами на себя свою долю ответственности за эту страну хотя бы так на этом уровне что-то делайте чтобы менять эту страну что-то делайте если вы не можете выходить на улицу вот вы можете менять свою страну со своего дворика ну вот как-то так в общем в общем всем пока у кого есть что сказать оставляйте свои комментарии под видео будет интересно подискутировать дальше на эту тему ну а кому ролик понравился то есть мое выступление оставляйте комментарии лайки и делайте перепосты все всем пока спасибо 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 спасибо